Музыка Начнем как бы с роста 2013 года. Если посмотреть, в этой программе, она вывечена на сайте правительства, там есть график одобрения этих, ну там, принятия каких-то решений по этих мерам. Самые простые, там что-то, я не знаю, решить, как потратить или там внести несущественные изменения, там стоит август-сентябрь. Все остальное это там октябрь, ноябрь, декабрь 2013 года. В принципе, даже те меры, которые могут быть приняты в августе, в полном объеме, естественно, на 2013 год никак не скажутся. Их эффект в лучшем случае может быть в отдельных случаях заметен даже не на уровне статистики, а скорее всего экспертами, наблюдающими там за теми или иными сегментами, что вот, значит, мера подействовала. Понятно, что на уровне экономики эти меры практически никак не скажутся. То есть 2013 год для стимулирования, вот в рамках этой программы, как я себе вижу, практически полностью упущен. Ничего она не может принести в динамику российской экономики в 2013 году. Относительно дальнейших, скажем, перспектив, то есть 2014 года, здесь ситуация мне видится более оптимистичной. 2014, 2015 и далее. Дело в том, что приличная часть мер в рамках этой программы, это все-таки меры институционального характера, которые могут повлиять на рынок. Ну, в частности, например, решение упростить механизмы, ну, создать, скажем, механизмы, подходящие для секретизации кредитов малому и среднему бизнесу, это довольно хорошее решение. Тот факт, что их еще и готовятся принести, ну, со стороны как бы ЦБ будет готовность принимать эти кредиты в обеспечение, она может сильно упростить, скажем, ну, облегчить работу банков с этим инструментом. Раньше подобной поддержки со стороны ЦБ кредитования малого и среднего бизнеса не было, и в основном рефинансирование касалось, ну, не в основном, а в подавляющем большинстве случаев, рефинансирование касалось исключительно крупных компаний, которые сейчас в кредитных деньгах от российских банков вообще не очень нуждаются. Ну, и, собственно, точно не являются там локомотивом российской экономики в настоящий момент. Поэтому идея поддержать малый и средний бизнес здравая, через вот такие вот механизмы, как упрощение банковского кредитования, которое стоит в разных блоках, хорошая, и мне она нравится. Но, правда, есть важный момент. Малый бизнес не составляет большую часть там ни в занятости, ни в ВВП Российской Федерации, ну, ВВП даже меньшую, чем в занятости. Поэтому, по большому счету, на ВВП это скажется очень ограниченно, даже если начнет работать. С точки зрения там деятельности ЦБ по упрощению кредитования, в основном это все простенькие, маленькие, небольшие меры, они существенны, отношение банков к кредитам, там, и ставок, по которым банки смогут выдавать эти кредиты, никак не изменят. Каждый, кому приходилось размещать деньги на депозитах, легко может для себя там определить, что, наверное, ставки 6-7-8% не кажутся сейчас очень подходящими, особенно увидев, насколько рубль подешевел по отношению к тому же доллару за там неполные полгода 2013 года. Ну, вот имеется в виду где-то с февраля, с конца февраля, когда, собственно, удешевление национальной валюты к доллару началось, по сути дела, если говорим о тенденциях этого года. Очевидно, что, значит, ставки более привлекательны 10-11-12, те самые, по которым очень многие частные банки деньги и привлекают. Ну, удивительно ожидать, что привлекаясь под 12 там на год, например, да, или под 10 даже, банк с готовностью, радостью сможет выдать из прибыли для себя ипотеку под 12. А ипотека под 12, это, я хочу сказать, уже достаточно грабительские проценты, если вы попытаетесь раскинуть их, соответственно, на 10 или 30 лет. Поэтому здесь, я боюсь, никаких иллюзий быть не может. Комиссии, рабочие группы, какие-то мелкие меры, типа бюро кредитных историй, можно создавать, менять, это может улучшать ситуацию несущественно. То есть, ну, там в пределах, я не знаю, 1,1% пункта, что ничего принципиально не изменит. Деньги в ближайшее время, скорее всего, как были дорогими, так дорогими и будут. И здесь мало что можно ожидать. По рефинансированию, ну, там вообще, на самом деле, довольно забавные моменты, да, то есть, в частности, вот пополнение ликвидности за счет интервенции Минифина на валютном рынке, я никогда не был сторонником этого решения. Во-первых, у Минфина нет никакого института, с помощью которого он мог бы вмешиваться в валютный рынок. Он должен будет использовать чью-то чужую инфраструктуру, ну, в частности, ЦБ. А во-вторых, в этом нет никакой необходимости, потому что, в принципе, ЦБ сам мог бы отрегулировать правила своих интервенций, если он видит потребность пополнять банковскую ликвидность через валютный рынок так, чтобы это сделать. Вот, то есть, нет необходимости придумывать какой-то вот костыль. Мне кажется, это, скорее, там остаток от агентства, не созданного по управлению фондами, нежели чем какая-то вот там действенная мера. А более того, волатильность на валютном рынке вообще от этого может возрасти, просто потому что не очень понятно, когда, как, в каком объеме, что, собственно, там собирается приобретать Минфин. Вот, поэтому это повышает неопределенность и создает определенный дискомфорт, я бы сказал, для участников, что может негативно, скорее, сказаться даже, чем позитивно. Вот, ну вот, как-то вот так, я бы сказал, отношение к программе, она неплохая, еще раз повторю, в целом, самая мощная мера, да, пожалуй, два последних слова, самая мощная мера, это возможные инвестиции, ну вот, после рефинансирования, после секьютизации кредитов малому и среднему бизнесу и рефинансирования, это возможность инвестирования средств Фонда национального благосостояния.